Мировое спортивное сообщество ждёт результатов экспертизы. Российские спортсмены Елистратов и Кулижников потребовали вскрытия пробы Б. Это должно произойти сегодня. А затем и будет рассматриваться вопрос о дисциплинарном наказании. Биатлон. Глава Союза биатлонистов России Александр Коровцов покинул чемпионат мира в норвежском Холмен-Колине после женской индивидуальной гонки и вернулся в Москву. Уже известно, спешный отлёт связан с допинговым скандалом вокруг биатлониста Эдуарда Латыпова. Медицинско-спортивный скандал набирает обороты. И вот глава Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричард Паунд, словно подливая масло в огонь, уже высказал предположение, что российские легкоатлеты могут и не выступить на Олимпиаде в Рио-де-Шанейро. Кажется, ставки растут, и всё активнее идут разговоры о заговоре в отношении российских спортсменов. Несомненно, когда мы увидели отчёты, неопровержимые доказательства того, что теперь всем известно, что происходит, мы надеялись, что они, Российская Федерация Атлетики, перестанут отрицать факты и начнут делать шаги для урегулирования ситуации. А на деле получается, что они лишь переставляют фигуры на шахматном столе, не делая ничего нового. По-прежнему вовлечены те же люди. Паунд уже ответил Сергей Лавров. Он заявил, что Россия уважает ВАДА и хочет с ней сотрудничать, но без лозунгов и попыток узурпировать научную истину. Глава российского МИДа попросил профессионально изложить причины, по которым мельдоний был признан допингом. То, что этот препарат внесён в список запрещённых, вызывает удивление у самих спортсменов. В случае с Марией Шараповой выясняются и любопытные детали. Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Международная Федерация Тенниса заранее не включила мельдоний в свой список запрещённых препаратов. Поддержку Шараповой сегодня выразила знаменитая прыгуня с шестом Еленой Синбаевой. Боже, это уже просто смешно. Моя бабушка вот уже последних лет 6-7 принимает мельдонат, действующее вещество мельдоний. И что странно, супербабушкой не стала, сверхъестественных способностей так и не выявилось, выносливости не прибавилось. Ждём появления в списке запрещённых препаратов аскорбинки и гематогена. Резонный вопрос, который сейчас звучит всё громче в кулуарах спортивных ведомств. Кому выгоден скандал и кто стоит за ним? Громкий заголовок. Речь идёт о том, что именно антидопинговое агентство США инициировало запрет мельдония. Причём скандальная утечка появилась в американской прессе. Используя эту информацию, антидопинговое агентство США, организация по инициативе которой был обвинён Лэнс Армстронг, вынесла мельдоний на обсуждение на ежегодном симпозиуме 2014 года в Фениксе. К концу октября 2014-го мельдоний был добавлен в список особого наблюдения Всемирного антидопингового агентства. Известно, что ВАДА включила мельдоний в список запрещённых веществ с 1 января 2016 года. В числе улечённых в применении этого препарата 8 россиян. Создатели мельдония, речь идёт об одном из латвийских институтов, а также авторитетные российские медики уверенно заявляют, мельдронат или мельдоний не создаёт каких-либо преимуществ перед соперниками. Так что скандал на пустом месте. Я думаю, что тут какие-то есть политические, конечно, компоненты, вне всякого сомнения. Надо сказать, что мы довольно успешны в спорте всегда были и восстанавливаем свои позиции. Безусловно, это определённая есть в этом какая-то политика. Да, но поскольку предупреждение было, надо было его услышать. Более того, запрет мельдроната может принести гигантскую прибыль зарубежным фармакологическим гигантам. Ведь о здоровье спортсменов думать всё равно придётся. Мне кажется, что кардиопротекция в спорте должна быть. И она нужна. И поэтому и находили они своё место, вот эти ныне запрещённые препараты, в кардиопротекции. В российском спортивном сообществе уверены, бороться с допингом необходимо. Важно только, чтобы мишенью был действительно допинг. Производитель мельдония намерен добиваться от ВАДа удаления препарата из списка запрещённых. Эксперты международной спортивной структуры отнесли его к классу гормонов и модуляторов метаболизма. Но пока специалисты спорят о характеристиках вещества, скандал нарастает как снежный ком. И как далеко сойдёт дело, никто не берётся утверждать. Алексей Петров, Максим Щепилов, Маргарита Авояна и Анна Цемайло. Вести.